Поселок Старая Шайгова здесь заканчивают отделывать дома для тех, кто ждал переселения из ветхого и аварийного жилья. Восемь семей с нетерпением ожидают, когда строители закончат работы. Подрядчик утверждает, что успеет к началу сентября. В селе Говорова Артем Сдунов поговорил с теми, у кого 3 августа дождь и град уничтожили крыши. Тогда пострадали 63 домовладения. Деньгами на ремонт оперативно помог республиканский бюджет. У большинства домов крыши теперь починили. Я сама бы никогда этого не смогла сделать и не восстановить. Село Конопасть Старошайговского района здесь появилась крупная ферма, где занимаются крупным рогатым скотом. 1700 коров мясной и молочных пород. Много телят, за которыми нужно постоянно присматривать, поэтому здесь решились и купили новый комплекс автоняни. И если с коровьим детским садом вопрос решился, то где искать детский сад для человеческих малышей, местные жители не знают. Нам нужен садик, школа и медпункт. Артем Сдунов поручил найти фельдшера в местный медпункт, а глава района заверил, что готов обеспечить любого, кто придет на место фельдшера в село Конопасть, жильем. Грант под какие условия далось? А это уже фермерское хозяйство семьи Кибаковых. В прошлом году они получили грант на разведение молочных коров. 2 миллиона 700 – это деньги государственные. Еще полмиллиона – из семейного бюджета. Теперь в хозяйстве 63 коровы. Большой семьей Кибаковы построили ферму, дальний блок, купили охладитель для молока, провели электричество и канализацию. Делают все сами. 8 дочерей и 3 сына. Гордится глава семьи. Минсельхозу Мордовии и главе района поручено помочь фермерам с расширением хозяйства. Юлия Пурнова, Павел Толобаев. Наши новости из Старошайговского района Мордовии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова